Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм.ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За ужах о плаке мёртвых, разбивая молнии» рассказываем о том, что больше всего интересует нашего психфармача. А нашего психфармача больше всего интересует следующее. Мы должны вам показать, чем мы отличаемся от других. Вот чем наши подходы отличаются от подходов других врачей. Поэтому сегодняшний наш ролик называется «Почему мне нравятся больные ипохондрии?». Действительно, это так, по крайней мере, с некоторых пор. Ну, начнём с того, что ипохондрическое расстройство проявляется по-разному. И, в частности, у таких больных бывает неадекватно избегающее поведение в отношении здоровья. То есть, они, попросту говоря, избегают каких-то медицинских осмотров. И к каким-то врачам не приходят. Многие скажут, что вот это-то и вам, собственно говоря, и нравится. Нет, не в этом дело. Дело в том, что если пациент не хочет к тебе приходить и не приходит, на самом деле это не так уж и плохо. Чужие, вы видите, здесь не ходят. Лучше свои и лучше пациент, который к тебе приходит, который хочет лечиться. А если пациент к тебе не приходит, то это, в общем, тоже хорошо. Никто твоё время не занимает. Но не это главное. Почему нравятся ипохондрики? Вообще-то говоря, ипохондрики – это люди. Вот здесь критерии ипохондрии, которые представлены в МКБ-11. Это повторяющиеся чрезмерные действия в отношении своего здоровья, озабоченность, страх по поводу возможного наличия одного или нескольких серьёзных и прогрессирующих и жизнеугрожающих заболеваний. Ну и, соответственно, конечно же, прежде всего, многие больные ипохондрии, они страдают от того, что их, если называют ипохондриками, думают эти больные о том, что они плохо выглядят, что на самом деле они не притворяются, что их оскорбляют таким предположением. Нет. Они должны понимать, что это настоящее психическое расстройство, ипохондрическое. Если вы посмотрите, отнесено к категории обсессивно-компульсивных расстройств, в широком смысле слова, потому что это навязчивое размышление о своём состоянии. Ну, самое важное, самое важное, что они действительно больны, подчёркивает следующий критерий – ипохондрическое расстройство приводит к выраженному дистрессу, значительному нарушению в личной, семейной, социальной, профессиональной или других важных сферах функционирования. То есть, это действительно страдающие люди, у которых есть психическое расстройство. Это не какие-то там симулянты, да, которых обычно действительно многие врачи, они, в общем, не особенно уважают. Надо вам сказать, что ведь есть ещё, так называемое, имитированное расстройство в отношении себя. Это когда люди фальсифицируют, прикидываются, притворяются для того, чтобы вызвать, например, к себе сочувствие, да, или, например, люди не хотят работать, и они имитируют у себя какое-нибудь психическое расстройство или соматическое расстройство. Эти, конечно, больные, они мало кому нравятся, потому что на самом деле нравятся они не потому, что они там плохие притворщики, и нравятся они потому, что медицина бессильна. Ну, как вы будете притворщикой лечить психотропные препараты? Нет, конечно. Здесь нужен психолог, нужен психотерапевт, ну, и есть, бывает, ещё более худшие случаи, вот, чем имитированное расстройство отличается от симуляции. Дело в том, что имитированное расстройство это всё-таки, когда, ну, непонятно, зачем, собственно говоря, так человек делает, вот к чему он это делает. А симуляция, это всегда понятно. Симуляция, когда он симулирует, потому что есть какое-то внешнее вознаграждение или какой-то стимул, либо получение пособия по нетрудоспособности, там, по инвалидности, либо уклонение от уголовного преследования, либо так, как здесь нарисовано, да, симуляция на футбольном поле очень часто. Так вот, симуляция вообще не считается психическим расстройством, чтобы вам было понятно. Ну, и, соответственно, конечно же, симулянтов и имитаторов никто не любит. Совершенно другое дело и походок. Ещё раз говорю, это настоящий больной, который страдает, у которого, которому можно сочувствовать, у которого возникают навязчивые мысли о том, что у него есть одно или, там, два серьёзных заболевания, и у него есть очень и очень одно полезное свойство, о котором я уже рассказывал, но здесь обязательно расскажу. Вот, к сожалению, когда врач-психиатр сталкивается с больным, он иногда испытывает отропь. Ну, потому что, вот, почему с людьми нельзя, как с арбузом, постучал по голове, определил, адекватно или нет. Когда мы имеем дело с психическими расстройствами, чисто психическими расстройствами, которые не сопровождаются какими-либо жалобами в соматической сфере, то это одна ситуация, да. Совсем другая ситуация больной с апохондрическим расстройством. У этого больного с апохондрическим расстройством может быть огромное количество жалоб, которые связаны, например, с телом, или связаны даже с его психикой, и очень и очень трудно определить, из-за чего эти жалобы возникают. Ведь эти жалобы могут возникать по множеству разных причин. И тут выступает очень и очень важная черта апохондрика – это большая история болезни. В чём состоит смысл этой большой истории болезни? Не только в том, что больной ходит по различным врачам и, соответственно, собирает различные выписки. Больной с апохондрией очень часто он внутренне испытывает внутренний страх. Это профессор Овчинников, очень большой специалист по апохондрии мне рассказывал. Он испытывает постоянный страх, что он не сумеет доказать врачу, что он болен. Ну и поэтому он вынужден прибегать к большой истории болезни. То есть он все сведения о себе он действительно подшивает там в папку. Очень часто приходит с огромными папками. Больные приходят даже над целыми портфелями, которые набиты различными выписками. Ну и почему это всё очень и очень важно? Это всё очень важно, потому что больной приходит к тебе полностью обследованный. Вот я очень и очень не люблю больных, потому что которые приходят ко мне без истории болезни, которые приходят ко мне без выписок. В процессе разговора, например, выясняется, что больной проходил МРТ много раз или делал себе КТ, но почему-то он думает, что это к его состоянию не имеет никакого отношения и не приносит. Это очень и очень для врача плохо, особенно для врача, который понимает психосоматики. А в типохондрии это всегда психосоматика, потому что есть различные неприятные соматические ощущения, различные жалобы. А у меня диссертация докторская была по психосоматике. И я знаю, насколько сложными бывают психосоматические отношения, соотношения. Потому что вот я, например, выделил несколько таких основных вариантов. Ну, например, психическое расстройство способствует возникновению соматического заболевания. Заболевание способствует возникновению психического расстройства. Психическое расстройство влияет на течение уже существующей болезни, провоцирует обострение, угнетает течение, определяет развитие клинического варианта. Очень много разных этих самых различных вариантов. Но это еще не все. Пожалуйста, есть, проще говоря, единые симптомы. То есть, как психические заболевания, так и психические расстройства, они включают психические и соматические симптомы. Мой, собственно говоря, тезис гласит, что и при психическом расстройстве есть соматические симптомы, и при любом соматическом заболевании есть психические симптомы. И как в этом всем разбираться? А тут перед тобой большая история болезни. Тут человек, который полностью обследован. И, соответственно, конечно же, такой полностью обследованный человек с ясным диагнозом не может не нравиться психиатру, который особенно боится пропустить что-то, не заметить чего-то, нанести в результате вред своему больному, если он там что-то пропустил. Так что, конечно же, я считаю, что пора начинать учиться психосоматике, пора начинать учиться любить больных эпохондрическим расстройством, потому что, ещё раз говорю, в практике это очень и очень хорошие пациенты, потому что они полностью обследованы, потому что вы ничего особенно не пропустите. Ну, а людям, которые, скажем, страдают имитированным расстройством, или тем более симулянты, я вам тоже советую, вот имитаторы, симулянты, ведь они приходят, ни с какими не приходят выписками. Почему не приходят? Потому что их имитация и симуляция может просто выскочить, потому что выписка-то будет совершенно, скажем, пустая, она будет как раз говорить о том, что ничем-то он сам не страдает. Так что, на самом деле, ещё раз говорю, эпохондрики, это очень и очень больные эпохондрическим расстройством, очень и очень хорошие люди, заслуживают всяческого увождения. Как всегда, в конце нашей лекции про эпохондриков, я вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш блог, пожалуйста, пишите комменты, ставьте лайки, ставьте спонсором нашего канала. До новых встреч!